Продолжение следует... Продолженность ребёнка падает катастрофически, зимой вообще гулять не хочет. Стоит ли нам настаивать на своей линии или всё-таки прислушиваться к желаниям ребёнка? Ну, на мой взгляд, конечно, к желаниям ребёнка прислушиваться. Вот, знаете, тут такой нюанс. С одной стороны, не идти вот на поводу у малыша, вот всё, что ему хочется, и всё так и делать. А с другой стороны, чтобы не было этого насилия над ребёнком. И это бывает иногда сложно. Ну, допустим, у меня внучка тоже напугалась, видимо, напугалась обливание холодной водой. Категорически отказывалась. Ну, и мы перестали это делать, но зато вместе выбегали с ней на снежок. И ей это очень нравилось. Вот она могла и бегать по снежку, и лепить из него какие-то, не знаю, снежки, набирать себе полную мисочку этого снега. Потом дома ещё с этим снегом играть. То есть ищите варианты, где малышу это будет нравиться. А здесь она отстаивает себя прекрасно. Это же очень здорово, что малыш заявляет, как ему лучше. Хочет одеться? Пожалуйста, пусть одевается, ничего страшного. Мы же тоже так, если нам холодно одеваемся. Но если попрыгать, согреться, допустим, можно предложить малышу согреться по-другому. Не одеться, а поскакать, попрыгать. Ведь это же тренажёр не только для ребёнка, но вообще-то это тренажёр и для взрослого. Когда я внучке даю пальчики, и мы с ней начинаем скакать, прыгать, или я её вокруг кружить начинаю. Представляете, какая зарядка для бабушки замечательная. Но считаться с малышом очень важно. Два с половиной года, понятно, она сейчас будет отстаивать своё. Но знаете, вот ещё такой нюанс. Считаться с малышом, но вот уже два с половиной года, чтобы он считался и с вами, и с вашими чувствами, пожеланиями. Давать возможность малышу, чтобы он о вас заботился. Чтобы он, допустим, вас зовёт с собой, попрыгать по снегу. И вы его тоже слушаете, слышите его, слышите. Вот идёт такой, знаете, ведь малыши, как говорят, зеркало наше, отражение того, что мы где-то, значит, настаиваем сильно. И он будет настаивать. Так, купаемся. Деткам 4-5 лет купаемся у родителей в частном доме, в бассейне. Сколько времени можно находиться в воде? Складывается ситуация, что я или папа выводим их из воды, а они сопротивляются выходить. Можно ли им купаться, сколько сами захотят? Или всё-таки есть ограничения по времени? Температура около 25-27 градусов. Пока им хорошо, никаких ограничений может не быть. Они тогда даже действительно до синего-фиолетового цвета дети бывают. Но можно на что-то переключить, переключить на что-то. Насильно, чтобы это было вот с таким криком, с сопротивлением. Ну, я считаю, что это не очень хорошо. Не страшно, не страшно. Но если, допустим, надо куда-то, торопиться надо, куда-то, допустим, вы вместе едете, но им так и надо объяснить. Ребята, всё, у нас только там 3 минуты. Кстати, вот хороший приём, заранее ребятам сказать, вот не сразу их вытаскивать из интересной игры или бассейна, а сказать, ребята, у вас есть ещё 2 минуты, и мы собираемся и уезжаем, допустим. И ребята, как бы у них есть такое переходное время, чтобы закруглить, закончить доминанту, скажем так. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Ольга и Светлана, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых эксперты-помощники из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родителей. Мы рождаем новые роды в мире». Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова